Там знаете сколько градусов? 14! Солью небольшой институт. Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось в этой серии. Всем доброе утро! Во-первых, какого лешего так холодно? Во-вторых, у меня появился микрофон. Надеюсь, звук станет лучше, я смогу больше снимать на улице. В-третьих, сейчас иду на работу, хочу посмотреть результаты, которые, надеюсь, уже были получены по исследованию пленок, которые относятся к экспериментам БОР-34. И последнее, это просто какой-то капец. Я не могу снимать влоги на съемках, потому что я просто забываю это делать. Например, на выходных мы снимали интервью с Артемом Агановым. Я думаю, сейчас сниму и таймлапс, и что-нибудь еще, чтобы вставить во влог. В итоге, я просто, я забыл про все. Короче, надо исправляться. Капец, друзья, у нас даже в комнате холодно. Я вот сейчас посмотрел на градусник. Там, знаете, сколько градусов? 14! 14 градусов в помещении. Когда будет тепло? Я хочу тепло! Опа-на, друзья, вы чувствуете класс? Класс съемки увеличился, чувствуете, да? Нет, я не купил новую камеру. Смотрите, руки, вот они. Что я купил? Правильно, я купил себе штатив. Давайте я вам его покажу. Оп! Ага, так, так. Он же на камере остался. Угу, так. А, что, думали, что я настолько тупой, что не предвидел, что я поверну камеру и штатив убежит? Конечно же, я это предвидел. Я не настолько тупой. Это был розыгрыш. На самом деле, вот такой вот у меня теперь есть классный штатив. И теперь я смогу реализовать очень много своих задумок. Потому что он гнется во всякие стороны. И можно его куда-нибудь прифигачивать. Надеюсь, вам понравится. Итак, ребята, я получил все исследования, ну, по крайней мере, все, которые мне были доступны, исследования по образцам, которые я синтезировал, получается, две недели тому назад. Вот, и теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось в этой серии. Сразу отмечу, что нам, ученым, различные данные приходят в весьма сыром виде. Например, мы откроем вот этот вот файл с ИК спектрами. Вот, вы видите, как это все выглядит. Просто какие-то циферки. Тут, на самом деле, два столбца, но они разделены только запятой. И, короче, непонятно, что вообще пришло. Но если это все построить в графике, то получается вот такая вот кривая. Это называется, ну, то есть, конкретно этот график, это ИК спектр одной из наших пленок. И у него есть вот определенный пик. И по этому пику можно сказать какую-либо информацию о структуре и о наличии каких-либо связей в нашей пленке. И таким образом вот к нам приходят данные с различных методов исследования. Мы строим вот такие вот графики для каждой температуры, их выстраиваем. И смотрим, как у нас что меняется и так далее. И таким образом уже вот по совокупности всех данных мы делаем выводы о нашем материале. Именно в этом заключается одна из основных особенностей работы ученого, что нам приходится анализировать большой объем данных, потому что каждый метод исследования, он имеет свои какие-то ограничения, допуски, точности. И нужно это все учитывать, понимать, знать и эффективно применять. Но давайте посмотрим сейчас самый интересный результат, который будет понятен всем. Это график зависимости состава по элементам от температуры эксперимента. Как вы помните, я делал серию экспериментов от 950 градусов по Цельсию до 450. И вот здесь у меня представлены графики изменения концентрации различных элементов. Вот, например, красный это у нас углерод, черный обор и так далее. Что мы видим? Мы видим, что у нас с ростом температуры эксперимента кислород уменьшается, ну, его было чуть-чуть, и вот там уменьшился кислород, это у нас примесь. Азот у нас увеличивается с ростом температуры, и углерод увеличивается. Абор у нас с ростом температуры уменьшается. Таким образом, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что пленки, ну, по крайней мере, близкие по составу к тому, что нам нужно, могут быть получены при низких температурах. Как вы помните, мы с вами получаем карбид бора, то есть в его составе должны быть только атомы бора и углерода. И если мы посмотрим опять на график, то примерно вот в этом температурном интервале от 450 примерно до 650, мы примерно находимся в этом самом интервале, где у нас минимальное количество азота. Ну, конечно, в идеале его вообще не должно быть. И у нас вот есть углерод и бор. И в структуре, которая нам нужна, там бора с углеродом должно быть примерно одинаковым. И нам сейчас предстоит подумать, как нам сделать так, чтобы увеличить количество углерода и уменьшить количество атомов бора в пленке, чтобы они были примерно один к одному. И в то же время уменьшить количество атомов азота, потому что их вообще быть не должно. Я не знаю, как у вас, а у нас уже, видите, зима пришла. Вы знаете, по-моему, осень это не очень хорошее время года. Все тает, выпадает, тает, выпадает. Вот зиму и лето я люблю, а вот эти переходные, что-то не очень. Мы тут покопались в старых архивах, точнее, не я, мой научный руководитель. Вот. И нашли данные для экспериментов по выращиванию пленок вот карбида бора, но и немного из другого предшественника. Давайте я сейчас вам покажу. Вот смотрите, этот предшественник используем мы. Вот сейчас. У него вот тут вот метильные группы, CH3. Запомнили, да? И вот его изменение состава от температуры. Это то, что я вам показывал только что, но немножко в других цветах. И вот вещество другое. Это уже три этиламина барана. Они отличаются, вот видите, тут CH3, а тут CH2, H5. То есть они отличаются только вот этими вот заместителями. То есть тут в этой молекуле у нас углерода побольше. Давайте посмотрим, как у нас изменяется состав тут. А здесь на самом деле все очень интересно. Если по бору и по углероду мы имеем ситуацию аналогичную, то азот у нас уменьшается вплоть до нуля при температурах от 500 до 600. А это значит, что этот участок, именно этот участок нам и нужен. Именно в нем мы и будем работать. Но основная проблема заключается в том, что эти эксперименты были сделаны в каком-то там лохматом 2003 году. И как это будет сейчас, в общем, непонятно. И нам нужно вот на следующей неделе, точнее вы уже смотрите это понедельник, поэтому на этой неделе нам нужно будет провести эксперименты вот именно в этом интервале, небольшом интервале температуры от 500 до 600 градусов и проверить, воспроизводятся ли наши результаты. Если они воспроизводятся, то все ок, и мы будем продолжать в этом интервале работать и пытаться каким-то образом привести соотношение атомов бора к атомам углерода примерно один к одному. Нам нужно, получается, бор 34, то есть 3 к 4. А если нет, будет печально. Будем думать тогда, как нам сделать так, чтобы азота не было. В общем, на неделе, на которой вы смотрите, для меня это следующая неделя, мы начнем ее с эксперимента вот в этом узком интервале температур, проверим нашу воспроизводимость и попробуем еще добавить дополнительно к предшественнику какой-нибудь дополнительный газ. Скорее всего, это будет водород. И будем надеяться, что он позволит нам соотношение эти приблизить один к одному. В общем, будет интересно. Итак, друзья, сегодня уже пятница и в нашей комнате потеплело. Уже целых плюс 20. На самом деле потеплело еще во вторник, но там постепенно температура росла и примерно в среду уже было прям нормально. Сегодня плюс 20 уже, можно сидеть в одной рубашке и не надевать никаких кофт, шапок и так далее. То было плюс 14. Как так? Спасибо за отопление. Что-то, походу, надо подстрижься. А? Ну что? Ну как? Нормально? По-моему, круто. Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Да, этот выпуск получился очень коротким и не очень информативным и интересным. Но это связано с огромным количеством какой-то непонятной бумажной работы, там всяких отчетов. Пух-пух-пух. Вот. И с подготовкой очень интересного материала, который выйдет на нашем канале уже на этой неделе. Поэтому ждите. Это солью небольшой инсайт, потому что мои выпуски смотрят не так много людей. Это будет вам некий подарок. Мы расскажем про Нобелевские премии. Да, про три по медицине, по химии и по физике. В общем, уже на этой неделе ждите. Будут прикольные выпуски про Нобелевские премии. Сценарий я уже написал. И также небольшой анонс на следующей неделе. То есть, прям на следующей неделе. Я помимо блога, я сделаю еще видео с ответом на вопрос, сколько же зарабатывают ученые. Я начну от самых младших до уже солидных дяденек. И расскажу примерно, сколько зарабатывают ученые в России. Я надеюсь, эта тема будет интересна. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте обязательно друзьям. И до встречи на следующей неделе. На следующей неделе нас, кстати, ждут эксперименты. И я уже буду снимать намного больше. Теперь у меня есть штатив. В общем, все будет круто. На следующей неделе будет супер-влог, супер-видео про заработок ученых. В общем, опять супер-взрыв. Я умею это делать. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока. Удачной недели.